Снизу присутствует Богиня Небес и снизу присутствует Бог Земли. Также нужно уточнить, что данная символика изначально характерна Всевышнему Ра. И позднее просто Тиффона как бы поставили на место Всевышнего Ра, но Ра в виде солнечного диска изображали над головой Тиффона. Таким путём как бы сохранялась справедливость, было показано, что да, вот он Всевышний Ра, а ему прислуживает его сын, один из величайших Богов Мироздания, и всё с этим правильно. В ведической иконографии в центре симметрии, как правило, ставился именно Ра или Рада, или максимум Бог Истины Истанбог. Остальные же Боги не удостаивались такой чести или удостаивались очень-очень редко, и всегда уточнялось, что они здесь изображены как представители Ра или как временные исполнители того или иного задания Ра. В принципе, изображение Всевышнего Ра в центре симметрии мироздания можно видеть и на древних артефактах, хранящихся во Львовском музее этнографии и художественного искусства. Подобные древние артефакты можно видеть в Одесском археологическом музее, в частности, даже на многих зданиях Одессы запечатлена та же самая символика, где Всевышний Ра или Рада или один из их символов помещается в центр симметрии мироздания. И это правильно. На этом же саркофаге всё сложно. Синкретическая фигура, одновременно отображающая Атума и Тифона, сидит в солнечной ладье. Из головы этой фигуры произрастают руки Богини Небес. Из неё растёт цветок жизни. Из цветка жизни произрастает священный джет. Джет — это символ источника мироздания, символ источающей мироздания. В славянской культуре джет, известный как дедух, дидух. Это такой сноб, который делается ещё в конце лета и используется, в частности, на празднество Коляды, как священный почитаемый сноб. Но это отдельная история, и тем, кому интересно, можете в интернете вкратце посмотреть, что такое дидух. Данных по этнографии и культуре славян. Особенно это касается культуры Украины. В России почитание дидуха со временем выродилось. В Велесовой книге дидух ещё не получила своё спрессование и обозначается как «Сноп, дед, дух наш». В частности, именно так называли эту идею и этот символ ещё тысячу-тысячу с половиной лет назад. Более ранее эту идею называли «джа» или «джата». В египетской версии это превратилось в «джада» и позднее «джет». Имеет вид в виде такого столбика с несколькими насечками, соответствуя греческому знаку, обозначающему «зэ», и близкий славянскому знаку, звучащему как «дзэ», «джет». В этом символе всё хорошо. И дальше над этим всем великолепием изображён снова синкретическая форма Атума и Бога Шу. От Всевышнего Ра у него присутствуют крылья и тело в виде скоробея, а от Бога Шу у него присутствует голова фараона. И также из тела скоробея вверх идут руки, которые удерживают символ Солнца, из которого проистекают две змеи. Соответственно, снова три единства Солнца, и снова идея источения исправи, также стихи Яви и Нави. Идея многокрылости Всевышнего, она также не нова, и она имеет своё воплощение и в древнескифских артефактах, она запечатлена и в символике с территории расселения славян, то есть это достаточно известные иконографические концепции. Также, в частности, подобная иконографическая концепция присутствовала и широко использовалась в древнем Иране, где Всевышнего называли «ахура Мазда», что означает «премудрый, Всевышний, истинный правитель мироздания». И ко всему этому великолепию и всей этой тройственности можно ещё добавить изображения по обе стороны от основной композиции. В этих композициях изображены некие божественные платформы, над которыми изображено Солнце в окаймлении двух перьев богини Истины. Кстати, эти же самые перья изображены в солнечной ладье по обе стороны от Ату Машу. А и также на обеих этих платформах, над которыми присутствует Солнце в окаймлении перьев матери птицы, перьев Истины, присутствуют головы тигров или головы львиц. Поскольку здесь две таких композиции, то в одной из этих композиций головы явно золотистого цвета, в другой из композиций они имеют скорее зеленоватый цвет. Но нужно учитывать, что саркофагу уже не одна тысяча лет, а если быть точнее, то от двух до трёх тысяч лет. И всё это вылилось в то, что изначальная цветовая палитра этого саркофага очень сильно изменилась. Я имею непосредственный опыт в вопросах восстановления изначального цвета изображений богов с древнеславянских досок, поэтому понимаю, что с прошествием тысячелетий цвета меняются. Поэтому предположить, что здесь, скорее всего, именно имелся голубовато-синий цвет вполне логично. В какой-то степени я уже многократно касался нижнего орнамента на этом саркофаге. Я его касался в отдельных видео по тризубу. Я его касался в общем видео по египетской коллекции. Музея изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина. Плюс есть ещё другие видео с осмотром некоторых других артефактов Музея изобразительного искусства. И будет ещё несколько, даже не несколько, а может быть несколько десятков видео по этому музею, так как в нём ряд важных предметов, заслуживающих своего рассмотра. В значительной степени количество и качество этих видео зависит от вас. Насколько вы качественно будете распространять и помогать людям с ними ознакомиться, настолько я и буду стараться предоставить вам важную и полезную информацию. Так вот, во многих видео я уже касался темы тризубообразной символики внизу древнеегипетского саркофага. И несмотря на то, что эта символика достаточно очевидна, но на боковой грани там просто присутствует срез солнечной ладьи, в центре А, по обе стороны два священных жезла. Несмотря на то, что здесь также триединая символика, сопоставимая со знаком тризуба, достаточно очевидна, но нашлись те, которые в личных сообщениях начали мне писать, что я подгоняю факты под свои теории, что, соответственно, это просто четыре разных символа, и то, что они сгруппированы в такой композиции, это ничего не обозначает, что на самом деле они все разные и друг с другом не связаны. Но таким ребятам, козлятам, братьям и сестрам, я советую посмотреть на переднюю грань древнеегипетского саркофага. Там явно изображено, как из знака Анг тянутся обе руки, изгибающиеся в локтях, которые держат эти жезлы. Соответственно, если вы откроете изображение священного трайсуба, такого, каким его изображаю я, не нужно ориентироваться на официальный государственный герб Украины, он оставляет желать лучшего. И я уже более десятилетия желаю ему лучшего, желаю лучшего, но пока не помогает. Однако я использую тот древний ведический знак трайсуб, который соответствует именно ведическим канонам. И напоминаю, что тем, кто хочет его использовать, для начала желательно консультироваться со мной, можно ли его использовать в том или ином месте. А использование без разрешения пользы мало кому принесёт. Поскольку священная символика обладает своей силой, обладает своей важностью, и использовать её в негожих местах, ну, мягко говоря, негожих. Однако в священном знаке трайсуба также присутствуют изгибы. Также можно проследить от центральной линии, идущие косые в обе стороны, и также можно проследить поднимающиеся вверх косые, которые подобны рукам на передней полоске из древнеегипетского саркофага. Конечно, нужно понимать, что здесь именно всё стилизировано под набор из древнеегипетских знаков, важных и понятных именно древним египтянам в контексте их символики и их ритуальных практик. И здесь некая такая аналогия, как у многих современных украинских фирм, компаний, партий и других, которые или из названия своей организации, или из каких-то атрибутов своей организации, создают композицию, несколько похожую на тризуб. Тем, кто как бы не в теме, советую сделать самостоятельно данное исследование, пользуясь поисковикам Google, можно Яндексом, каким угодно поисковиком. Слава богам и разумным людям сейчас поисковых систем, в которых можно делать поиск по соответствующим запросам или фотографиям, достаточно. Поэтому просто не поленитесь, изучите и поймёте, что это так. И это изобретение отнюдь не Украины, это достаточно распространённая практика, когда во многих странах фирмы могут стилизировать свой логотип под главный государственный символ. Ну или может происходить, допустим, субтитры создавал DimaTorzok.